Выпишемся в реальном времени, то есть программа выходит без купюр, как она записывается, так и есть. Стараемся не перебивать друг друга, хотя не всегда получается. Гарри Дукевича с Боровяком, например, не остановить, и лучше их двоих в одной студии не сводить, потому что можно просто сесть и наблюдать за этим пиршеством. После тоже продолжаем иногда... То есть жаркие дискуссии? Да, бывает. Обсуждаем. По поводу того, что программа сильно изменилась, знаете, мне кажется, что, может быть, после 20-го ее стали смотреть больше, или вы стали ее смотреть, потому что до 20-го года мы приложили максимум усилий, и я все время, у меня руки не доходят, я сделаю ретроспективу, выберу моменты. Вы увидите, что все то, что сейчас происходит, было нами сказано, спрогнозировано до мелочей. Когда еще Щекин сказал, Украины больше не будет, не было никакой своего. Она распадется на мелкие части, это неизбежно. Будет преследование по религиозным мотивам, церковь отберут. Все, что сейчас происходит, мы били в колокола, пытались людям объяснить. Попадали до определенного момента на все передовицы всех оппозиционных сайтов, естественно, с такими издевками, гляньте, что они про нас сказали, комментарии были открыты. Это делалось для того, чтобы оказать на нас давление, только поэтому не делали. Но потом они увидели, что это не работает, и за определенный промежуток времени, я не помню, до выборов, вообще перестали нас упоминать. Но вы же знаете, что они нас упрекают, что нами командует администрация, мы делаем то, что скажут. Поверьте, они работают все в единой системе, у них общая информационная политика, а сейчас уже, после 2020 года, у них единый чат, инфопоид, у них в Вильнюсе сидят люди и командует, что говорит, что нет.